Ваше Высокопреосвященство, многочтимый Владыка Вениамин, досточтимые, дорогие братья и сестры, ровно два года назад на поток Божией Матери Святейший Патриарх Кирилл осветил главный престол этого храма в честь всех святых. С тех пор торжественное благослужение собирает жителей не только столицы, но многих, которые посвящают свое воскресенье Богу, общению с ним. А почти три десятка лет здесь ничего еще не было. В 1996 году на этом месте фундамент храма представители церкви и власти заложили капсулу с посланием к потомкам. И вот выросло с той первой даты поколения. Оно живет и растит детей в наше сложное время время неблагодарности. И тем, кто это осознает, как воздух нужен храм, нужен Бог, чтобы остаться человеком. И время такое не потому, что люди стали хуже, но потому, что к осуждению, порицанию, глумлению над ошибками призывает информационный фонд. Шум, исходящий из большинства источников информации. Зараженная вода отравляет всех, кто ее пьет, а зараженный воздух всех, кто его вдыхает. Современному человеку очень сложно не осуждать и не порицать, когда ему предлагают каждую минуту негатива, когда его обманывают, говоря, что он достоин большего, чем он имеет. обманывают потому, что человек не измеряется тем, что имеет, но тем, что производит его душа, тем, что он сам делает для ближнего своего. Богатство человека измеряется Богом. Поэтому за литургию я искренне и дерзновенно просил Господа, чтобы сегодняшний день стал для нас всех днем благодарения. Словословие Бога с любовью взирая на образ предчистой Божией Матери, песнопением чтя всех святых угодников Божьих и молитвой благодаря всех павших воинов, они добывали нам и с благодарностью обращая свою память к тому очень значимому для нас моменту, когда Владыка Филарен и первые лица страны своим участием в закладке капсулы затепили надежду в том, что этот рам здесь будет. В той встрече в тяжелые девяносцы в глинистом котловании без уверенности в следующем дне были намечены пути сближения и укрепления общей был завязан образно говоря первым узелом. И потому сегодня от лица кироксерцкого благочиния и нашего прихода мирян наших прихожан благодарен вам, Владыка Вениамин, что вы возглавили сегодняшнюю божественную литургию. И благодать Божия вашими молитвами коснулась всех нас и соединяла нас в молитве и причащении крестовых датей. Мы благодарны вам за моление о нашем белорусском народе, которое вы подняли с православными верующими, даже усиливая возрастом, как это водилось во все времена благочестивой крестьянской жизни. И вы, Владыка Вени, не жалея сил, возвращаете белорусской православной церкви, да и всей белой Руси дух любви к Богу и ревности в молитвах. Вы, как истинный архипастор, пребываете со своими чадами, стараясь попасть во все уголки нашего края. И ваша молитва вместе с людьми верю приведет к перерождению блоги. Пусть же с Божьей помощи преемственность этого духа передается дальше. Пусть им зажигаются души нашей молодежи, врачуются души взрослых и утешаются души пожилых людей. Пусть им объединяется наша белорусская православная церковь. И пусть Бог хранит и наставляет наш народ. И пусть нас не осудевает наша семья молитвенниками и угодниками Божьей. И быть может сегодня в ком-то из присутствующих здесь вспыхнет новый огонек той любви к Богу, которую пронесли через всю свою жизнь святыни. И этот человек, находящийся в плоти здесь, затем присоединиться к сону святых и будет славить Господа в этом храме преображенном естественном. Вам же, Ваше Высокопреосвященство, желаем помощи Божией в служении церкви. И пусть Вашими архипастерскими молитвами Господь хранит нашу землю и людей, живущих на них. Пусть здесь царит мир и согласие, единство и уважение друг к другу. Ведь всех нас и крепких и слабых, и высоких, и маленьких, а сегодня и разномыслящих в земном измерении всех нас любит Господь, любит одинаково с ним, и Он ожидает взаимной любви. Пусть же в наших сердцах всегда живет благодарность. Святые же пусть указывают нам путь к небесному Отечеству через соблюдение веры и служения своему земному Отечеству. С воскресным днем, с праздником исполайте Господь. Спасибо.